С древности урология всегда была востребована медицинской дисциплиной. Хорошо бы обнаружить сложные заболевания на ранних стадиях, но, к сожалению, во всех странах мира они выявляются довольно поздно. А это требует расширенных оперативных вмешательств. Сложнейшие операции производятся в отделении урологии Брянской областной больницы. Оборудование сюда закуплено на 26 миллионов рублей. Еще на 10 миллионов ремонты и обновления помещений. Арсенал техсредств урологов пополнился мобильной рентгеновской установки немецкого производства Сидуга, которая применяется для дистанционного дробления камней, а также аппарат УЗИ высокого класса. Мы переоснастили операционные. Там появились новые бестеневые операционные лампы и новые операционные столы. Мы получили новый комплекс для любых эндоскопических операций на мочевом пузыре и на всей мочевой системе. Мы получили хирургический лазер в комплексе вот этого оборудования, пневматический литотриптор. Это сложное устройство, как отбойный молоток, может разрушить камень, который находится в мочеточнике и даже в почке. Раньше мы практически 100% больных всех оперировали. Сейчас мы производим отбор, с помощью которого часть значительная уходит непосредственно на дистанционную ударную лампу или литотрипсидер. Больной находится вот на этом столе под примитикацией промидолом или тромодолом. Наркоз ему не нужен. После сеанса ДЛТ он встает и спокойно идет к себе в палату. Еще одно уникальное приобретение урологическим отделением – это фибропиелоскоп. Его диаметр около 3 мм. Он позволяет осматривать мочевой пузырь и войти в мочеточники. К тому же через этот тонкий прибор проходят инструменты, с помощью которых можно проводить высокотехнологичные операции внутри почки. Здесь проходит канал для управления самим прибором, чтобы он поворачивался из стороны в сторону. Здесь проходит световод, который освещает внутреннюю полость. Здесь имеется оптика, через которую мы смотрим. И самое главное, здесь есть канал, через который проникают приборы, которые могут произвести операцию. Или петля, которая захватит камень. Или лазерный зонт, который может разрушить опухоль и разрушить камень. Через урологическое отделение областной больницы проходят сотни людей с онкологической патологией. Всё полученное оборудование позволяет точнее её диагностировать и, как следствие, правильнее её лечить. Мы сегодня берём на себя большую часть этой проблемы в нашем регионе. Большинство операций у больных с онкологическими заболеваниями мочеполовой системы проводятся в нашем лечебном учреждении. И вообще этот раздел принадлежит в целом как и в оперативном направлении, так и по другим аспектам онкологии в нашем лечебном учреждении. По программе модернизации здравоохранения для проведения сложных вмешательств по технологии без разреза приобретена современная и дорогостоящая немецкая эндовидеоскопическая стойка. Это оборудование хирургам даёт ряд новых возможностей. Эта эндоскопическая стойка позволяет с помощью малоинвазивных технологий, то есть без открытого оперативного вмешательства, лечить рак предстательной железы, рак мочевого пузыря, заболевания другого характера, камни, которые находятся в мочевом пузыре, в мочеточниках или в почках. Одновременно поправлять здоровье в урологическом отделении могут 60 человек. Врачи постоянно повышают свой профессиональный уровень на центральных базах в Москве и Санкт-Петербурге. В Брянской областной лечатся люди со всей области. Нередки случаи, когда на приёмы к нашим урологам приезжают пациенты из соседних регионов. Николай Марусов, уроженец Почебского района, попал в больницу с приступом из-за камня в почке. Пробовал здесь немногие меньше недели. Доволен. Персонал замечательный, все взимчивые, как говорится, все добрые такие. И больница хорошая, отремонтирована, и всё. Ну, самое хорошее впечатление. Не дай бог сюда попадать, но если попасть, бояться не надо. Это безболезненная процедура. Значение здоровья невозможно переоценить. Каждый специалист Брянской областной больницы готов сделать всё возможное для сохранения этого бесценного дара природы. Татьяна Глазова, Александр Друсинов. События. Брянск.